За неделю двое человек погибли, шестеро получили ранения различной степени тяжести. Подробности в рубрике «Дорога. Территория закона». 29 июля на автодороге Майкоп-Услабинск-Кореновск, водитель «Тёмной семёрки», в результате экстренного торможения не справился с управлением, допустил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с «УАЗом». В результате удара водитель «УАЗа» не справился с управлением, выехал на левую сторону дороги, где столкнулся уже с двумя другими машинами – «Белой пятёркой» и «Десяткой», которые двигались во встречном направлении. В результате аварии водитель «УАЗа» получил рваную рану лобной части головы. Водитель «Белой пятёрки», 30-летний житель Услабинского района, погиб на месте ДТП. Предварительный виновник аварии – водитель «Тёмной семёрки». Вот что говорит очевидец этого ДТП. Вот там, тёмная семёрка, она шла по левой стороне, на место хотела ставить, в правый ряд. Его занесло, а в это время вот этот «УАЗик» шёл оттуда. Его занесло, он ударяет вот этот «УАЗик» в задние колёса. Его разворачивает «УАЗик», этот «УАЗик», и он несётся вот на эту «Белую семёрку». Разбивает её в дребезги, отскакивает и по нам, в нашу «Десятку» тоже. И тут же он переворачивается, вот здесь вот перевернулся и всё. Здесь труп. Ну, у нас, слава богу, обошлось. Все обстоятельства этого происшествия сейчас выясняются, ведётся следствие. 30 июля на этой же автодороге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребёнка. Водитель «Десятки» на перекрёстке неравнозначных дорог не уступил дорогу и столкнулся с ВАЗ-21063, который двигался по главной дороге. В результате аварии два пассажира «шестёрки», молодая женщина и 10-летний мальчик, у которого в этот день был день рождения, получили ранение головы. 31 июля на этой же автодороге водитель «Мерседеса» при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с «Десяткой», которая двигалась во встречном направлении. В результате аварии водитель «Десятки» получил закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом левой голени. Вечером 1 августа на этой же автодороге водитель «Десятки» не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди в попутном направлении «Фольксвагена» и столкнулся с ним. В результате аварии пассажир «Десятки» был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.